Дорожный ремонт в Красноярске, который в этом году начался так рано, теперь, по словам специалистов, переходит в завершающую стадию. Однако красноярским водителям не стоит расслабляться и радоваться раньше времени. Ведь на этой неделе будут частично перекрывать Копыловский мост. Здесь планируют снять верхний слой асфальта и уложить новое покрытие. Все работы планируют завершить к концу этой недели. Если, конечно, позволит капризная погода. Да, трафик по Копыловскому мосту очень большой. Говорить о том, что как-то его учитывать, не учитывать. Да, он учитывается, но ремонт производить необходимо. Да, будут определенные затруднения, но это будет в течение недели. Соответственно, погодные условия нам позволят, возможно, их сделать еще быстрее. Просто мы ориентируем на неделю. Дорожная обстановка в Октябрьском районе может осложниться еще больше. Из-за очередного этапа строительства Волочаевской улицы Ладок и Цкавели на месяц станет односторонней. Речь идет об отрезке от Копылова до Новосибирской. Двигаться там можно будет только в направлении проспекта Свободный. Всем, кому нужно в обратную сторону, придется обижать участок Покеренского, делая при этом большой крюк. Исключение сделают только для жителей Цкавели. Им разрешат заезжать во дворы. Сквозное же движение будет блокировать бетонные блоки. Изменения вступят в силу уже с 20 сентября. На сегодняшний день работы завершены практически на 40 объектах. Одним из главных является, конечно же, улица Ленина. Здесь, на перекрестке с улицей Горького, открыли последний ремонтируемый участок. Правда, разметку еще не нанесли, да и тротуары доделывают. Однако водители уже сейчас могут спокойно здесь проезжать. Так же, как и по другим улицам, где ремонт завершен. Завершены работы по устройству покрытия на улице Керенского. Полностью дошли покрытием основную часть, за исключением автобусных карманов и тротуаров. По улице Водопьяного полностью выполнили покрытие. Вместе устройство ливневой канализации закрыли полностью работу по переулку Сибирскому, Матросово, Робеспьера. А на проспекте Мира продолжают укладывать новую брусчатку на тротуары. По словам специалистов, работы выполнены на 70%. Однако на некоторых местах пешеходам по-прежнему сложно пройти из-за вот таких вот перекрытий. Радует, что работ осталось немного и вскоре сезон дорожного ремонта будет завершен. Ярослав Цымбал, Александр Ермошенко, Енисей. Новости.